Личные подсобные хозяйства сегодня самая распространенная форма использования земли в нашем регионе. Для большей части кубанцев такой вид деятельности стал основным источником здоровых продуктов. Как для своего стола, так и для сбыта. Как развивается это направление в нашем районе, смотрите в следующем материале выпуска. Не так давно на рынке чаще всего встречалась импортная продукция. Сегодня же покупатель больше ищет на прилавках то, что выращено на родной земле. Житель прикубанского сельского поселения Саргис Аганесян около 10 лет выращивает фрукты и овощи. После ухода на пенсию Саргис нашел свое призвание – это садоводство. В своем саду он получает отменные урожаи яблок, груш, абрикосов, слив, персиков и давно является примером не только для своих земляков, но и для многих садоводов района. И решил, чтобы не скучать, вот садить в сад. Раньше свиней держал, живность всякая, по 3 коров держали, 3 тонны при колхозе молоко сдавали, по 15, по 30 копеек, но тогда были другие деньги. А в последнее время я заразился садом. Подсобным хозяйством в семье Аганесян из прикубанского сельского поселения занимаются давно. Выгодно, говорит Саргис. Но надо быть готовым к тому, что это тяжелый труд. Большую помощь в уходе за садом ему оказывает жена Рыбсик. Они заняты с утра до позднего вечера. Саргис считает, что если и делать, то только хорошо, чтобы самому нравилось и людям, которые будут покупать эту продукцию. Чтобы все росло, надо делать с любовью, с душой. Сад – это продолжение дома, душа домовладения. Выращенные в нем фрукты обладают особенным вкусом и ароматом. Собранного урожая, говорит Саргис, хватает, чтобы продать на рынке, себе что-то оставить и, конечно же, отдать детям и внукам. Кстати, супруги воспитали шесть дочерей. Отчасти это и послужило поводом высадить так много деревьев, смеясь, признается труженик. Говорят, мужчина должен строить дом, родить сына и садить дерево. Сына у нас не получила, все шесть девочек. Я с днем хотел компенсировать больше дерева. У супругов Аганесян чистота и порядок царят повсюду. На приусадебном участке, в саду и во дворе. Сразу видно, крестьянский труд здесь в почете. Все сделано с любовью. Все плоды из сада Саргиза экологически чистые. Он практически не применяет минеральные удобрения и никакие яды. Выручает местная органика. Фрукты вырастают сильными, крепкими, а главное – абсолютно натуральными. Помимо выращивания фруктов, Саргиз занимается пчеловодством. Всего в его владении более 30 пчелосемей. Мед настоящий тот, который натуральный, а то и сахар сладкий. Не спрашивают, с чего мед. С любого растения, если оно натуральное, это мед, знаешь что, оно как лекарство. Субсидия – шаг к развитию и высокой урожайности овощей и фруктов. Саргиз пока такой возможностью не воспользовался, но в дальнейшем готов принять господдержку. Для поддержки агропромышленного комплекса в нашем крае ежегодно выделяются средства из федерального и краевого бюджетов на субсидирование сельхозпроизводителей. Благодаря этому экономика страны будет прирастать личными подсобными хозяйствами. В наших силах сделать так, чтобы жители Кубани не забыли вкус полноценных овощей и фруктов, без химических добавок, даров родной земли, выращенных с душой. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».